Легко в этом году, естественно, не будет. Ну и в последующем тоже. Я вот иногда думаю, смотрю телевизионные некоторые передачи, молодцы журналисты поднимают актуальные вопросы. Изучаю некоторые вещи, обзорник готовит, интернетовский и прочее. Наши люди требуют порой от власти то, что власть делать не должна. Ну такие люди, такой народ и другого у нас не будет, это понятно. Просто надо людям понимать, а вы должны до них донести, что мы непростое время живем. И дело не только в санкциях, хотя и в них тоже. Нас душат со всех сторон и душат прилично. И то, что наши люди это не почувствовали, это заслуга в том числе власти. И людям надо рассказывать и объяснять, что то, что они должны сделать, они должны делать. За них никто не сделает. То, что власть должна сделать, это другое дело. Ну, к примеру, все кричат в Минске, ах, дворы, дворы плохие, канавы, ямы там и так далее. Мы это понимаем, быть не должно. Но надо и понимать, для того, чтобы сделать в Минске одномоментно все дворы, что мы начали, конечно, делать, никуда от этого не уйдешь. Надо понимать, что мы из какой-то деревни заберем деньги. Лишних денег не бывает. Им надо объяснять это. И прежде всего здесь, в Минске, что у нас море работы. Надо и подъезды, и канавы заделать, и хотя бы подъезды сделать, чтобы в деревню могли дети приехать. И родителям, старикам что-то там купить, привезти. Они не могут приехать. Надо это понимать, что если в Минске хотят быстро все это сделать, вопрос в финансах, вопрос в деньгах. Хорошо, давайте объединимся, хотя бы 2% населения, которое живет в этих дворах и смотрит на неровности разные, и лужи, и канавы. Ну, а остальное 98% государства. И в чем власть они правильно упрекают? Надо организовать людей. Надо завести туда бетон и арматуру. Они положат арматуру и забетонируют себе эти дворы. Но это надо организовать. У нас ни в Минске, ни в районах этим люди не занимаются.